Саш, в это воскресенье, 3 марта, произойдет совершенно необычное событие на Первом канале. Выйдет в эфир новая телевизионная передача. В 6 часов вечера состоится премьера шоу «Перевоплощение. Один в один». Вот я тебе скажу, кто среди участников. Алексей Кортнев. Несчастный случай. Сати Казанова. Счастливый случай. Сергей Пенкин. От случая к случаю. Анита Цой. Молчи. Без случаев. Тимур Родригес. Случайность. И другие. У нас сегодня в гостях один из членов жюри этого шоу. Ефим Шифрин, наконец-то у нас в гостях. Сколько мы в кадре-то не виделись. Не говорил. Сколько мы не виделись в кадре, ведь мы «Цирк со звездами». Первый сезон. Кстати, между прочим, те же самые люди, которые сейчас снимают шоу «Один в один». «Цирк со звездами». Мы в цирке, и я прихожу, ведущий, в розовом каком-то дурацком пиджачке. Но ты менял их чаще, чем приличные люди перчатки меняют. Я к каждому эфиру был новый пиджак. Да, ну, дело в том, что забирали старый, нужно было возвращать в магазин. И, Ефим, и тогда мы все совершенно были очарованы твоим участием. Ты фантастически выглядишь, фантастически выглядел тогда. Делал какие-то невероятные трюки. Расскажи, пожалуйста, Ефим, как так хорошо можно выглядеть? Как? Так, Ваня, самый тяжелый груз, самый неподъемный груз, который я поднимал в своей жизни, это груз человека, которому приходится изображать, что он ведет здоровый образ жизни. Нет, ну, секунду, стоп, 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 стоп. Но мы знаем, мы прекрасно знаем, что ты хочешь в спортивный зал. Делаешь это регулярно. Мы видели, в твоей фотографии, мы видели твою грудь, в конце концов. А я не каждому своему гостю могу это сказать. Ну да, но все это дается на самом деле непросто, потому что, понимаешь, изображать человека, который ведет здоровый образ жизни, с годами все труднее и труднее. Потому что это просыпание в разных городах, это гостиница, это... Ну, представь себе, вот я на губернаторском банкете, там, в положенный час выну эту заветную морковку, и на фоне этого всего изобилия начну ее... И на фоне зайцев печеных, которые на столах... Печеных зайцев, фальшивых. Фальшивых. Начну жрать эту морковь. Не получается. Да, а у губернатора может остановиться и лопатка телячья. У губернатора могут закончиться губернаторские полномочия. Друзья, сейчас небольшая реклама, после которой мы вернемся и узнаем, что еще можно съесть на губернаторском банкете. Пожалуйста. На самом деле, это вот час. Ну, час там надо будет. Ну, час. Вот смотрите, Ефим Шуфрин, который сегодня у нас в гостях, говорит, один час в день нужно проводить спорта. Ну да, надо просто расставить верно приоритеты. Потому что если ты убираешь из своей жизни тусовки и всякую вот эту ерунду, которую ты, ну, не важно, которым мы все занимаемся, час всегда можно выкроить. Час. Всегда можно найти где-то поблизости какой-то тренажерный зал, в котором... Ваня, одумайся. Надо начать. Я вот не могу, я не могу собраться. Слушай, 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 я начинаю думать, я прихожу, я начинаю думать, я сейчас приду, пока там переодеваться. Нет, нет, а ты то же самое, вот то, что ты сказал, произнеси с другим выражением лица. Я сейчас приду, я сейчас, и все, все эти блины соберу, повешу их на этот... Зачем идти за блинами в спортивный зал, когда полный холодильник? Это тоже верно. Вот между, между этими двумя, между этими двумя полюсами, вот все время коллеги целый про человека. Скажи, есть ли же какие-то люди, которые ходят с тобой в спортивный зал, которых мы можем знать? Я тебе расскажу. Однажды я пришел в зал, и один очень известный человек задел какой-то тренажер, споткнулся и растянулся на полу. И тренер меня так локтем в бок говорит, загадай желание. Я говорю, а что такое? Он говорит, звезда упала. И вот этот, вот этот звездопад, я наблюдаю... Ну кто, ну кто, ну кто, ну кто ходит? Ну это же приятно. Ну а может быть мы какую-то личную тайну... Нет, а вот сейчас как раз это не тот случай, что личная тайна. Ну я тебе скажу. Если мы сейчас говорили про пивной бар, то тогда было бы странно, да. Ну я тебе скажу, почти все, кроме Урганта. Галкин ходит, Миша Поряченков ходит, Дима Дюжев ходит. Я тебе скажу, ходил даже Цикало, извини. Но я его... Я его застал. Саша, кстати, очень спортивный человек. Он ходит, он занимается. Это просто, я думаю, что вот дела и всякие обязанности его, конечно... Но все вот, все смеются. Я его заставал все время на тренажере с мобильным телефоном. Вообще я тебе скажу, если бы я хотел сделать карьеру разведчика, я бы ее сделал не выходя из тренажерного зала. Потому что иногда об отставках и назначениях... Прямо в тренажерном зале? Ну, это элитный зал. Ты вообще когда-нибудь видел... Элитный зал? А чем элитный зал отличается от неэлитного? А вот... Кроме упавшего Поряченкова. Я не перечислил эти... Это был, кстати, не Поряченков. Спасибо. Я... Я тебе потом скажу. Нет, ну на самом деле это был Галкин. Но... Просто он обидится, услышав, что он когда-то мог упасть... Значит, во-первых, я считаю, что нет лучшего комплимента, чем про кого-то рассказать, что кто-то был в тренажерном зале. Да. А нет лучшего комплимента для Ордена, сказать, что растянулся Галкин. Нет, нет. У меня есть фотография, которую я обнаружил в твоем архиве. И я попрошу просто прокомментировать, раз уж мы сами заговорили про Максима. Это, друзья, Ефим Шифрин. Ваня, ну почему ты не добавляешь, что это Ефим Шифрин буквально 3-4 года назад? Почему ты... Да, 3-4 года назад. Надо посмотреть в глаза суровой правде. Этот снимок я сделал 3 года назад. Не, правда, это где-то лет 40 назад. Вот когда сын упал, сердце не защемило, Ефим? Нет, я стал... Я забыл, что я уже вступил в тот возраст, когда считаешь 10-летие. Как вы похожи? Я могу показать тогда еще одну фотографию, она не связана со спортом, за исключением твоего присутствия. Но попрошу тебя прокомментировать вот эту фотографию, потому что здесь Ефим Шифрин предстает нам не суровым спортсменом, которым его видит каждый раз Максим Галкин в спортивную зале. Вот, и не артистам эстрады, которые он обычно выходит на сцену. А посмотри, как будто бы вот ты сейчас похож на героиню фильма «Зачарованный». Помнишь, когда... И все сбежались к тебе. Да ну тебе! Это на самом деле снимки, на которых должны прошибать слезы. Нельзя на них ерничать, потому что это совершенно святые существа. Я... Речь... Вот это место действия — дачный поселок. Дачный поселок. Дачный поселок. Вот это, значит, например, Рон. А это, например, Алка. А это вообще Белка. Алка, Белка и... Алка, Белка и Рональд. Дело в том, что эти две собаки... Рональд в честь Рейгана? Да, еще совсем... Совсем недавно были в приюте. Ты забираешь... Ты забираешь животных... Вот это! Вот это! Молодец. Причем забрали сначала Алку. И когда, значит, уже уходили из приюта мои приятели, вот, сосед, вдруг он почувствовал на себе взгляд вот такой за спиной. Он обернулся, и Рональд вот этот вот так посмотрел вслед. Я не знаю, что было с этими собаками до приюта, но очевидно, у них была биография круче моей. Потому что столько жалости и столько, столько трогательности. Все, сердце моих приятелей упало, и теперь у меня две собаки. Прекрасно! Да. Ну, прекрасно! Вы друг друга искали и нашли. Нашли, но это... Согласись, что лучше, когда ты забираешь собак из приюта, чем они тебя. Ну, моя жизнь еще, может быть, подкатит, когда мне понадобится собака. Нет, вот об этом мы как раз не хотели с тобой поговорить, а хотели бы поговорить про шоу, которое выходит на Первом канале, где ты принимаешь участие в качестве члена жюри. Слушай, я судил уже и балеты, и паркеты, и вот и цирк. И я тебе скажу, что... Вот совершенно не стыдное зрелище. Более того, я тебе скажу, что более... Это пародии? Пародии, да? Нас просили не употреблять это слово, потому что речь идет о шоу перевоплощениях. Перевоплощения. Пародии, это некая дистанция. Пародия, ты хочешь... Да, это ты всегда высмеиваешь того персонажа, к которому ты обращаешься. А здесь идет речь о том, что ты попытаешься вжиться в него. Я никогда не видел такой роскошной работы гримеров давно на нашем телевидении. Такой... То есть при помощи грима... Потрясающе, пластичный... Но перевоплощают в... В... Да, в воскресенье есть еще время потомиться. Но... В какого-то другого известного человека. В другого известного человека. И в образе другого человека ты поешь, да? То превращение, которое случилось с Лешей Чумаковым, которого я знаю как облупленного... Я его просто не узнал. Я там попросил его на программе снять парик, чтобы убедиться, что за париком Леша Чумаков. Друзья, давайте... И я тебе скажу, там очень суровая система оценок. Нигде, ни на одном шоу я такого не... Знаешь, как кто-то говорил, мы все коррумпированы дружбой. Есть такое. Я же знаю всех, кто там участвует. Ну, пойди выставь... Слово дружба я не слышал, чтобы добавляли. Мы все коррумпированы. Да. Вот пойди кому-нибудь поставь оценку, которая, ну, как-то его обижает или оскорбляет. Все же знакомы. А тут надо. А тут все. Во-первых, оценки не повторяются. Во-вторых, ну, ты ничего не можешь сделать. Ты должен оценивать объективно, потому что за нами страна. У нас есть фрагмент, между прочим, нового шоу, который называется «Один в один». И сейчас мы посмотрим его. Пожалуйста. Как бы тебе повезло, моей невесте. Завтра мы идем Тратить все твои Все мои деньги Вместе Ну здорово, ну скажи здорово Леша, 12 баллов Это Леша, Леша Это Леша Чумаков Господи, что с ним сделали Что с ним сделали на первом канале Я думаю, что если это шоу будет набирать обороты То мне совсем не стыдно его прорекламировать Я хочу вернуться к теме спорта И сейчас предложить тебе принять участие В небольшом конкурсе Который позволит нам Определить кто Из людей, которых мы увидим на фотографии Является спортсменом, а кто нет Поскольку наша постоянная рубрика Под названием О, спорт, ты че? Мы сейчас смотрим на монитор Показывают сначала лицо человека И Ефим, ты должен определить Этот человек занимается спортом Или нет Пожалуйста Это человек А где грудь? А где грудь? Это вопрос на кастинге в группу блестящие А здесь мы специально не показываем Если бы мы показали, как он держит штангу То тебе было бы гораздо проще ответить Ну, человеку, который имеет отношение к спорту Рисунок шеи подсказывает, что он, в общем, недалек от спорта Да, сейчас он занимается спортом Ну, мне кажется Давайте посмотрим Да, действительно, все верно Что это за спортом? Прекрасно Будьте любезны, следующую фотографию Глаз, ватерпас Следующую фотографию Вот такой вот человек Уже в возрасте Да Слушай, про человека в возрасте Всегда можно сказать, что он занимался спортом Потому что проверить нельзя А вот он сейчас в возрасте А раньше он занимался спортом Ну, вот сейчас, в данный момент Занимается спортом Смотрим. Да, имею в виду. Да, да. Показ с точностью до 100%. Пожалуйста, следующую фотографию. Ой, а ты знаешь, что даже пропала охота рассуждать про этого человека. Тем более, что он в студии сегодня. А, тогда тем более пропала. Вот с таким лицом можно заниматься спортом? Я вот видел таких людей. С таким лицом можно даже писать формулу Е равно МЦ в квадрате. С таким лицом всё можно. Вопрос, вопрос, чем и где писать. Да, имеет. На всякий случай. Имеет она что-нибудь спортом? Смотрим. Имеет. Смотрим. Правильно, борьба. 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 Правильно. И, наконец, финальная фотография, пожалуйста. Сашенька, я знаю, тебе сейчас тяжело. У тебя очень много работы. Возвращайся в спортжал. Ну, то есть, здесь спортом не занимается. Смотрим. И, несмотря ни на что, он в спорте. Дорогие наши зрители, Ефим Шифрин, в воскресенье, в 6 часов вечера, встретит вас в образе заботливого, но справедливого судьи на шоу «Один в один». Ефим, спасибо огромное, что пришло сегодня. Спасибо, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.